Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите YouTube-канал доктора исторических наук, политического аналитика и общественного деятеля Валерия Соловья. И сейчас пятый выпуск программы «Что происходит?». Сегодня 6 марта, я записываю программу приблизительно в пять часов по полудню московского времени. Я думаю, что она увидит свет, она появится на YouTube где-то после восьми часов московского времени, то есть уже вечером. Я, когда слушаю последние дни новости российские, именно российские новости, я всегда вспоминаю недавно увиденную мною шутку. Недавно это до 24 февраля. 24 февраля, как вы понимаете, это водораздел и в жизни России, и в жизни всех живущих в России, и, к сожалению, в жизни соседей Российской Федерации. Так вот, шутка следующая. Там сидит Оруэлл, автор, помните, знаменитого романа «1984» и восклицает «Боже мой, но я же писал билетристику, а не руководство к действию». Так вот, то, что происходит сейчас в России, это, конечно же, Оруэлл. Это полная реализация того, что он написал. Ну, начиная со знаменитой фразы, помните, «Война – это мир». А вот я вам сейчас приведу несколько примеров оруэлизмов. Иногда их можно назвать идиотизмами, но я предпочитаю, как человек все же неплохо воспитан, и называть их оруэлизмами. Начнем с выступления президента Путина перед летным составом, перед женским летным составом. Это ведь фейковое выступление. Вы уже знаете об этом, да? Это фейковое выступление. И у нас какое наказание за фейки? Не припоминаете? А, кстати, это нет, этот фейк не относится к разряду характеристики вооруженных, действий вооруженных сил Российской Федерации, поэтому можно отделаться всего лишь навсего штрафом. Один пример. Второй пример. Помните, я говорил о том, что православная церковь, и не только она, все конфессии молчат. И вот, накануне Великого Поста мы услышали, что патриарх Кирилл возвысил свой голос. И знаете, что он сказал? Полюбопытствуйте. А сказал он, что народ Донбасса восстал против навязываемых ему ценностей, в первую очередь против гей-парадов. Знаете, мне иногда кажется, что многим людям бы лучше помолчать. Тогда они сойдут за умных. Я давал такой совет своим студентам. Если вы не знаете, что сказать, лучше помолчите. Вы точно не будете выглядеть дураком. Но здесь это не вопрос, выглядеть дураком или нет. Это новая реальность. Реальность, описанная и предсказанная Оруэллом, и которая сейчас реализуется в России. И, наконец, венец оруэлизма, синоним идиотизма, это заявление лидера коммунистов Зюганова о том, что оказывается на Украине 15 биологических лабораторий, в которых разрабатывают вирусы и бактерии. И зловредные надо добавить вирусы и бактерии против русского мира. Но если говорить серьезно, то, конечно же, наш президент не намерен останавливаться в своей операции на Украине. Что он сегодня и сказал в разговоре с турецким президентом Эрдоганом. Что он сказал? Вы помните. Если не помните, я повторю. Что Россия не остановится, пока Украина не сложит оружие и не примет условия Кремля. То есть Кремль стоит на условиях безоговорочной капитуляции Украины. Хотя называться это, видимо, будет по-другому. Мирный договор. Кстати, не стоит обольщаться словами Путина о том, что, мол, введение военного положения в России не планируется. Ну, во-первых, сегодня оно не планируется, а завтра может быть запланировано. Во-вторых, от кого вы вообще слышите это заявление? От человека, который обещал не повышать пенсионный возраст? Да? От человека, который обещал не изменять Конституцию? Есть публичные свидетельства тому? Это нельзя назвать фейком. От человека, который говорил, что если управлять Россией дольше двух президентских сроков, то можно сойти с ума. И вы сейчас слышите от человека, сделавшего публично эти заявления, что, мол, военное положение в России не планируется вводить. Но, в том, что он сказал, это, в-третьих, была важная оговорка. Если вдруг на нас не совершат нападение. А что такое нападение на Российскую Федерацию? Представьте себе, группа украинских диверсантов, наверное, добавить, нацистских, как Путин говорит, националистов. Группа украинских националистов совершает обстрел одного из городов или населенных пунктов на территории одной из российских областей. Это достаточный повод для того, чтобы вести военное положение или недостаточный? Вы понимаете, что трактовать это будет не Совет Федерации, не парламент и не Конституционный суд. Трактовать это будет исключительно президент Российской Федерации. Я говорил в прошлый раз и повторю сейчас, что президент Путин воспринял поддержку военной операции в Украине, ну, согласно социологии, поддержку, как карт-бланш на реализацию самых жестких действий. Самых жестких. Ну, я мог бы поставить и другое слово, но вы сами его можете уже додумать, это слово. После самых жестких, какое слово идет. А сейчас я хочу, как я обещал, вам рассказать, как выглядит эта поддержка, вот социологически заявленная поддержка, с точки зрения специалиста, специалиста по информационной войне и психологическому, по психологической войне и информационному манипулированию. Так ведь называется это подзаголовок моей книги «Абсолютное оружие», она вышла в 2015 году. Она называется ее подзаголовок, точнее, «Основы психологической войны и медиа манипулирования». Итак, напомню вам цифры. Согласно опросу в ЦИОМ, подчеркиваю, в ЦИОМ, 71% поддерживает военную операцию, 21% против, 8% не определились. Три обстоятельства навскидку обращают на себя внимание. Первое. ЦИОМ – это правительственное, ну, будем точными, проправительственное социологическое агентство. Можно ли доверять его той информации, которая касается чувствительных для российской власти вопросов? Нет, конечно. Однозначно нельзя доверять этой информации. Я не говорю о том, когда в ЦИОМ проводят маркетинговые исследования, они вполне профессиональны. Но в том, что касается политики, нельзя доверять ни единому слову. Как там сказал Путин о Пескове, несет пургу. Несут пургу. Второй пункт. 21% – это много или мало? Ну, выглядит меньшинством. Ну, согласитесь, это каждый пятый гражданин Российской Федерации. Каждый пятый. И еще 8% не определились. Я думаю, что они на самом деле определились. Ну, просто они не хотят говорить свое, высказывать свое мнение. Понятно почему. Потому что их мнение идет в разрез. Это третий пункт. Запуганные люди, а люди в Российской Федерации сейчас запуганы, дают социально одобряемые ответы. То есть, они говорят то, что каким кажется, хотят услышать. Потому что люди боятся. Поэтому я бы и не обольщался этой, как кажется, поддержкой большинства. Я думаю, что ситуация даже сейчас выглядит несколько иначе. Но сейчас я хочу вам рассказать именно о том, чему, какой цели служит эта социология. На самом деле цель социологии, не только социологии, в том, чтобы сформировать так называемую спираль молчания. Это такая ситуация в обществе, когда позиции меньшинства, точнее, как людям кажется, которые выражают свое мнение, что они находятся в меньшинстве. И они противостоят большинству. То есть, надо сформировать впечатление, что есть некая позиция, разделяемая подавляющим большинству. Для чего это надо? Этим всегда занимается пропаганда, кстати, в любой стране. Неважно, эта страна называется Российской Федерацией, эта страна может называться Соединенные Штаты, Украина, Великобритания. Украина всегда, если речь идет о правительственной политике в критической ситуации, всегда власть пытается сформировать такую вот спираль молчания. Для чего? Для того, чтобы вызвать у людей, которые поддерживают ее политику, ощущение правоты. У тех людей, которые противостоят политике власти, ощущение предопределенности. Кстати, вот это вот ощущение предопределенности, наверное, главное, что хочет вызвать российская власть обществу. Мол, нравится, не нравится, да, все уже решено. Все уже решено за вас, без вас, все будет идти помимо вас. Наконец, вызвать ощущение безнадежности и глубокой депрессии у тех, кто пытается подобной политике противостоять. Теперь кратко расскажу вам, подробнее вы можете посмотреть в упоминавшейся мною книге «Абсолютное оружие». Она имеется в электронном виде, пожалуйста, посмотрите. В печатном виде, я думаю, вы еще уже ее не увидите. Хотя она сейчас сверхактуальна. Кстати, она написана как раз на опыте российско-украинского конфликта 2014-2015 годов. Так вот, с помощью каких приемов формируется? Я вам назову самые распространенные приемы, с помощью которых формируется спираль молчания. И формируется пропаганда и нужная пропаганде картина мира. Значит, первое, что вы сейчас видите, это магия чисел. Люди больше верят утверждению, если у него есть подкрепление в виде каких-то цифр, какой-то статистики. Вот вы сейчас слышите от Сома, 71% поддерживает политику Кремля в отношении Украины. Вы думаете, ну да, это большинство, но с цифрами не спорят. Это вот магия чисел. Второй прием – это квазиэкспертные комментарии. Сейчас на всех каналах российского телевидения, во всех СМИ еще продолжающих работать, а работают СМИ только определенного пошиба, вы слышите и видите комментарии определенного сорта экспертов. В данном случае слово «эксперты» я беру в кавычки. Ну, хотите, можно их назвать квазиэкспертов. Дружный хор одобрения с разных позиций. И несчастный зритель, он смотрит, слушает, и думает, ну да, ну да. Ну, наверное, если умные люди, умные люди, это же эксперты с регалиями, они возглавляют некие стратегические центры, консалтинговые агентства. На самом деле ничего подобного нет и в помине. Им просто платят за то, чтобы они приходили на телевидение и высказывали свое мнение. Иногда платят. Иногда они ради, как говорится, дешевого пиара это делают или само пиара. Значит, вы слушаете и думаете, ну да, наверное, раз умные люди так считают, то так и есть действительность. А третий прием, это голоса с мест. Помните песня Галича? Вот я как мать и как женщина. Вот вы слышите голоса с мест. Начиная от региональных чиновников. Кстати, всем муниципальным властям, губернаторам, мэрам Горстуф, было приказано, я подчеркну, приказано еще несколько дней назад администрация президента организовать публичные выступления и письма поддержки от своего имени по отношению, поддержки российской политики в отношении Украины. Ну, той политики, которая называется, как там, специальные военные операции. Ну, я думаю, что это выражение, словосочетание мы можем брать в кавычки. СВО. Специальные военные операции. И кончая некими акциями вполне Оруэлловского толка, как те дети из хосписа в Татарстане, которые выстроились в виде буквы З. Дети из хосписа. Вы понимаете, что это безнадежно больные дети. И их заставляют выступать в качестве пропагандистского подкрепления. Сказать, что это омерзительно, это означает не сказать ничего. А помните, ну, русские люди второго поколения помнят фильм «Адетант его превосходительства». Вот там есть сцена, когда один офицер контрразведки говорит другому «Поручик, я сомневаюсь, была ли у вас когда-нибудь мать?» Вы поняли меня? Да, именно так. Была ли у них когда-нибудь мать? И то, с чем мы сталкиваемся постоянно, и, кстати, в первую очередь в социальных сетях, хотя не только в них. Это из телевидения перекочило в социальные сети. Это повторение, повторение. «А где же вы были в 8 лет?» И, казалось бы, неглупые и рационально мыслящие люди начинают теперь обсуждение животрепещущей проблемы с заявлением. «А где же вы были в 8 лет?» «Милые мои, милые, вы поймите, что вашу голову сейчас наполнили пропагандистской мекиной, и вы легко на это поддались. Ну и, наконец, пропаганда, она всегда пытается пробудить и сыграть на сильных эмоциях. Вот я привел эту фразу, рефрен, где же вы были в 8 лет. Это пробуждение чего? Сострадание к людям, которые несли потери, погибали, прятались. Кстати, это то же самое сейчас можно вполне сказать по отношению к людям Украины, народа Украины, к украинской нации, которая успешно формируется. Ведь украинская пропаганда делает то же самое. Она показывает кадры. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, это сильные эмоции, эмоции сострадания. А что вызывает сострадание, кроме желания помочь? Сострадание способно вызвать гнев по отношению к тем, кого вы считаете виновным. В данном случае вы можете сами подставить ту силу, которую вы считаете виновной. Гнев. То есть пропаганда должна вызвать сильные эмоции. Особенно сильные эмоции она вызывает, когда речь заходит о детях. Особенно сильные. Поэтому всегда пропаганда показывает, что происходит с детьми. Но давайте зададимся вопросом. Если поддержка действий российской власти столь велика, фактически, как считает власть, общенациональна. Если власть так уверена в собственной правоте, о чем она постоянно говорит, на чем настаивает, то почему же она закрывает все альтернативные источники информации? Все сайты, все СМИ. Почему она затыкает рот всем лидерам общественного мнения, которые способны возвысить свой голос? Голос в защиту мира. Голос, который выражает альтернативную официальную точку зрения. Ответ очень прост. Власть прекрасно знает, что тот якобы общенациональный консенсус, который она имеет, я уже показал, что он не общенациональный. Он очень хрупок. Он неустойчив. Этот консенсус вскоре, я подчеркиваю, вскоре начнет рассыпаться. А люди начнут колебаться и занимать критическую позицию по отношению к действиям власти. Почему? Потому что нищета и дефицит провизии, я не говорю голод. Нищета, дефицит провизии, дефицит привычных удобств, они сильнее мириадов слов пропаганды. Но дело даже не столько в нищете. Понимаете, никогда ни одно политическое потрясение, ну или революция, революция ведь тоже политическое потрясение, правда, Оно не исходило от униженных и оскорбленных. Всегда, ну в современном мире, всегда это слишком сильно сказано, в современном мире, источником потрясений и революционных настроений выступает именно средний класс. Средний класс, у которого дела шли относительно неплохо, и вдруг все его ожидания, мечты, все его жизненные планы, все его стратегии обрушились. Как это произошло в Российской Федерации. Обрушились одномоментно. Одномоментно, в течение недели, все ваши планы, все ваши надежды пошли коту под хвост. Кто-то бежит в никуда, именно в никуда. Есть люди с деньгами, с подготовленными запасными аэродромами, они уезжают куда-то. А да, те, кто покидает Россию, я знаю, уезжают сейчас в Армению, уезжают в Грузию, уезжают в Казахстан. Я думаю, что скоро полетят и в Монголию, или будут добираться до Монголии тем или иным образом. Они едут никуда. Так вот, именно эти люди, которые жили относительно, по российским меркам, неплохо, у которых были жизненные стратегии, именно стратегии, да, то есть они планировали на годы, если не на десятилетия, то хотя бы на годы, у которых были планы, и все рухнуло. Они еще это не ощутили в полной мере. Это горькое сознание к ним еще не пришло. Но поверьте, оно непременно придет. И гораздо быстрее, чем многим кажется. Наконец, стремительно формируется антипутинский консенсус, причем он формируется где? Среди вчерашних бенефициаров режима, то есть в истеблишменте. Представьте себе людей, которые невыносимо страдали, зарабатывая свои миллиарды. Но они же беззаветно служили Родине, правда? Они зарабатывали свои миллионы, сотни миллионов, миллиарды. И вдруг они не могут их потратить. Они не могут поехать за границу. Они как прокаженные. Ведь их цель была в том всегда, их личная цель, их групповая стратегия стояла в том, чтобы стать частью мирового истеблишмента. И казалось, они очень близки к этому. Вот-вот, еще чуть-чуть. И нас везде будут принимать за равных. А теперь им показывают средний палец и говорят, слушайте, а вас здесь не стояло. И что очень характерно, первыми это стали делать британцы. Вот эта мека обетованная для этих элитариев российских, она им первой показала вытянутый палец. Ну, или говоря, средний палец, говоря по-русски, показала кукиш. Богатые плачут. Я бы сказал, они рыдают. Если нам с вами терять есть что, но все равно гораздо меньше, чем им, согласитесь. Им гораздо больше чего терять. Да, они не готовы пока встать в ряды оппозиции. Они не готовы пока, я подчеркиваю, инвестировать в политическую оппозицию. Но они злы, они напряжены. И формируется, еще раз повторю, молчаливый пока что антипутинский консенсус. Пройдет время, и этот консенсус, который сформировался в элите, и которого, кстати, никогда в России не было. Я имею в виду, в России последних 20 лет не было. Он неизбежно сомкнется с недовольством внизу. С отчаянием и злобой среднего класса, который сейчас уничтожают. Остатками среднего класса их сейчас уничтожают. А что дальше? Обращаю ваше внимание, сегодня появилось очень важное заявление. Это не заявление, это информация. Есть такое агентство деловой информации, Блумберг. Оно считается одним из самых солидных и самых точных в мире. Кот Блумберг сегодня заявил о том, что в течение ближайших 12 лет, президент, прошу прощения, в течение ближайших 12 месяцев, президент Путин может потерять свою власть. Естественно, это осторожная формулировка. Но это беспрецедентная формулировка для западного СМИ. И очень важно, что с этой формулировкой выступил именно Блумберг. Почему важно? Я вам сказал, у этого агентства репутация крайне надежного источника. Второе, я напомню вам, что первым из западных СМИ об угрозе военного столкновения Российской Федерации и Украины, о планах, военных планах российского руководства, кто заявил в октябре, по-моему, прошлого года, в октябре или ноябре, я не уточнял. Вы можете уточнить, если захотите. Правильно, агентство Блумберг. Откуда оно получило свою информацию, как вы думаете? Правильно, от американских разведисточников. Наконец, еще крайне-крайне интересное совпадение. Блумберг сказал об этом позже того, как я стал говорить о том, что существует большая угроза столкновения России и Украины. Я еще и вам напомню, что я последние месяцы говорил, но не только последние, может быть, год, что в 22-м году президент Путин исчезнет из российской и международной политики. Вспомните о том, что я говорил. Задумайтесь о том, какое любопытное совпадение. Какое любопытное совпадение. Я понимаю, нет пророка в своем Отечестве. Не доверяете мне? Внимательно прислушайтесь к тому, что говорит Блумберг. И задумайтесь о том, почему Блумберг об этом вдруг сказал. Я понимаю, дорогие друзья, сейчас у всех у нас, и я не исключение, ощущение, что уже так плохо, что дальше хуже быть не может. Но я по жизни оптимист. Я вам скажу уверенно и с абсолютно точным знанием. Будет хуже. Гораздо хуже. И к этому надо готовиться. Но, как говорят наши друзья англосаксы, для кого-то друзья, для кого-то партнеры, для кого-то противники. Но в остроумии, лаконичном остроумии им не откажешь. Они говорят, «Thanks will get worse before they get better». Перед тем, как измениться к лучшему, происходит изменение к худшему. Это вольный и не очень точный перевод. Вы понимаете, да? Хуже станет, но перед тем, как измениться к лучшему. Очень важно, чтобы мы с вами знали, что у нас есть надежда. У нас точно эта надежда есть. У нас есть шанс. Я подчеркну. Неуверенность. У нас есть шанс на то, что мы сможем изменить ситуацию в нашей стране. Я обращаюсь к вам, дорогие друзья. Когда этот шанс появится, а он точно появится, вы его точно увидите, давайте его не профукаем. Как мы уже профукивали свои шансы несколько раз. Поймите, это будет последний шанс. Последний. Для всех нас. И, по всей видимости, для России тоже. Я прошу вас, помогайте тем. Помогайте. Не заботьтесь только о себе. Это естественно. Но попробуйте помогать тем, кому хуже, чем вам сейчас. Помогайте тем, кто поддерживает в людях искру, не дает ей угаснуть, искру надежды, кто защищает здравый смысл и человеческое достоинство, кто напоминает всем нам о моральной ответственности и о том, что есть такое слово, как нравственность. Не забывайте об Алексее Навальном, который в одиночку противостоит машине репрессий. Помогайте, еще раз, помогайте тем, кто пытается сопротивляться. Помогайте мне, тем, чем можете. Лайками, перепостами, рассказами о моей деятельности. Финансово. Поможете финансово, я буду крайне признателен. Вы найдете в описании к этому ролику реквизиты. Банковские реквизиты. Имейте в виду те, кто поддерживал меня через систему PayPal. Сейчас это становится невозможным. PayPal на территории Российской Федерации перестал работать или перестает. А я буду с вами. Я буду вас поддерживать. Я буду вам говорить о том, что происходит. Поддерживая человеческое достоинство, здравый смысл и занимая моральную позицию. Покуда у меня есть силы и возможность, я буду это делать. И напоследок, знайте, твердо знайте и ни секунду не сомневайтесь. Как бы нам сейчас ни было тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!